Человеку всегда очень хотелось верить в то, что мы не одни во Вселенной. Ну, если НЛО и инопланетяне... Еще раз. Человеку всегда хотелось верить в то, что мы не одни в этой Вселенной. И если НЛО и инопланетян увидеть или придумать себе, ну, человеку тяжело, то рядом с собой, в доме, на улице, замечать что-то необъяснимое гораздо легче. Привидения, призраки, домовые и полтергейсты. Что это или кто это? Здравствуйте, это Актуальный Разговор, меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, сегодня, конечно, мы не будем рассказывать про барабашек и всего остального с точки зрения бабушек на скамейке. Мы подойдем к этому с научной точки зрения. У меня в гостях Мария Петрова, руководитель регионального отделения «Казань Космопоиск». Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, конечно, чем вы занимаетесь, это ужасно интересно, с одной стороны. Но, с другой стороны, если, опять же, с научной, может, с скептической точки зрения подходить к этому, то как-то слабо верится. Но, с другой стороны, наверное, есть какие-то факты. Начнем, Мария, с ликбеза. Такая у нас подрубрика. Итак, назвали мы программу «Параллельный мир». Что по-вашему, как человек, который занимается именно с научной точки зрения, параллельный мир, что это? Это варианты нашей реальности, скажем так, где, может быть, человек в нескольких личностях проживает разные варианты жизни. То есть, некоторые люди, особенно люди, скажем так, они могут видеть себя со стороны, зная то, что, предположим, существуют их двойники, где протекают разные варианты их судеб жизни, то есть, разные события. Бывает так, что люди попадают именно в параллельное течение жизни, параллельный мир, они выпадают туда, встречают тех же самых людей, приходят на ту же самую работу, но сталкиваются с иными фактами, и им приходится адаптироваться в данной ситуации, а потом, по какой-то причине, они снова появляются уже в нужной реальности, и снова приходят в себя. То есть, это, конечно, редкость, но такие факты зафиксированы, в принципе. Можно это сравнить с религиозными всякими, ну, не знаю, там, йоги и так далее, то есть, буддийские, вот эти религиозные направления, когда они уходят в какой-то там свой мир. Это, мне кажется, немножко другое. Это, наверное, большее среднее. Хорошо, а если, например, кома? Кома? Вот когда человек находится... Вот клиническая смерть, когда человек выходит уже из тела, тогда, да, уже это сознание уже снаружи получается, что именно вот это астральное тело, душа, она находится снаружи, потом возвращается обратно, рассказывает, что он видел. И это, конечно, немножко несколько разные вещи. А парельные миры, они, как сказать, это связано с пространством-временем, с искривлением, с какими-то дырами пространства-времени. Вот когда пропадает самолет, исчезает неизвестно куда. То есть, есть какая-то версия, что недавно пропал Боинг. Тоже вот. Есть, конечно, фантастическая версия, что он тоже ушел куда-то в иное измерение. Но, скорее всего, тут причина гораздо более банальная. А Бермудский треугольник? Вот, это как раз вот такой момент, когда исчезали корабли. И, в принципе, тоже там связано было в этом веке с американскими этими самолетами, когда они тоже исчезли. То есть, это очень яркие примеры вот таких вот событий. И с людьми происходит примерно то же самое, когда человек шел и исчез. А потом появился через 50 лет, 30 лет. Предположим, в Москве есть овраг, где люди тоже исчезали в тумане и появлялись там через 30 лет. И находили только своих родственников, там, может быть, потомков родственников. И, конечно, помню. Это, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, как-то очень тяжело вериться. Потому что, ну, хочется увидеть, услышать. А все время мы как-то видим какие-то догадки. Но, тем не менее, я так понимаю, что есть какие-то способы обнаружения различных. Вот кого легче обнаружить, опять же, домового какого-то, привидения, не знаю, там, духов каких-то. Мы насмотрелись кучу этих передач, это я понимаю всех зрителей. Но вот именно как обнаруживать? Самый легкий способ, если на самом деле существует реальный пелтергейст в квартире, пелтергейст – это шумный дух, он как раз занимается тем, что в нем столько энергии, что он способен передвинуть вещи. То есть, это полет разных вещей, это разбивание посуды, когда что-либо лопает, открываются краны, ну и так далее. Откуда он берется? Считается, что в доме поселяется некая сущность, которая питается энергией людей, проживающих. В основном, это дети, подростки. Когда у ребенка начинается переходный возраст, в подростковом возрасте, да? Гормональный фон зашкаливый. Да, эмоции, какие-то проблемы в школе, может быть, какие-то стычки с родителями и так далее. Вот так получается такой симбиоз, что он питается. Бывает так, что у ребенка получается способность такие неосознанные, неконтролируемые, типа телекинеза, когда спонтанно, во время списка эмоций происходит тоже перемещение предметов. То есть, грубо говоря, пелтергейст – это некая энергетическая сущность, емкость, которая идет из подростка. То есть, можно сказать, что это он и есть человек, который вызывает вот эти... Чаще всего я. Понятно, хорошо. Идем далее. Пелтергейст. Ну, есть ли вот сезонное какое-то появление различных духов, привидений, тех же пелтергейстов, может, НЛО? Ну, по поводу сезонности, действительно, вот насколько показали исследования сектора пелтергейстка, самопоиск, есть. То есть, это как раз было 4 списка активности в прошлом году. По-моему, это была весна, осень тоже были. И в июле месяце. То есть, вот три основные стадии в разных местах России и СНГ, это любежное зарубежье. Были моменты, это было. У нас в Казани, у нас в последнее время где-то с осени по зиму, и вот мне из Зеленодольска тоже вот сообщили, что есть вообще какой-то неспостижимый случай невидимого четырехпалого существа, которое грызет все по до металла. И хозяйка вызывала уже сам эпидемистанцию, но ничего не нашли. Типа грызунов они ничего не нашли, а она не может понять, кто там у него все грызет. Ну, а следы какие-то обнаружили? Говорят, что есть следы, но я пока еще не успела связаться, буквально мне его только что сообщили. Поэтому я думаю, что если случай реальный и, скажем так, в квартире все психически здоровы, то, может, мы туда съездим и посмотрим, потому что мы сталкивались с разными вещами, с разными хозяйами квартир. Ну да, в большинстве своем это, к сожалению, привлечь к себе внимание. Хорошо, вот что касается еще того, как их обнаружить. Вот вы с собой принесли целую кучу приборов. Хотя это обычные какие-то приборы, наверное. Это же не для полутергейстов и не для духов. А специальных приборов, в принципе, пока нет. В основном для этого идут электромагнитометры, тепловизоры. Но они настолько дорого стоят, и так низко разнообразны в своих вариантах, что пока, к сожалению, не можем позволить, поскольку организация общественная. А можно замерить сейчас у нас? Есть ли что-то? Да, конечно. Вот это вот у нас дозиметр. Сейчас он немножко настроится, буквально несколько секунд ему нужно. Это у нас радиочастотомер. Может быть, он сейчас поймает сигнал, его направить надо. Так, что-то он пока не видно. То есть мы сейчас можем приблизительно посмотреть, что у нас в студии. Чисто ли? Да, да, да. Нет, потому что, когда я видел различные, опять же, эти телевизионные шоу, они ходят с какими-то палочками, какие-то там энергетические углы. Это обязательно, и отрибут, конечно же. Друзья, сейчас мы прямо при вас будем измерять то, что происходит в нашей студии. Ну, пока вот такой вопрос, пока мы настраиваем. У нас в республике, в городе есть ли конкретно какие-то скопления мест, где находится максимальное количество различных случаев появления этих ребятишек? Имеется в виду именно поторгинство, да? Может быть, ну, духов, всяких привидений. В основном, знаете, если что-либо происходит, это происходит, ну, часто нас вызывали в частный сектор, то есть какие-то личные дома, там, деревянные, вот эти вот, я имею в виду старые дома. Бывает так, что просто старые дома, но всё-таки, правда, такие подобные проблемы мучаются и жители, в принципе, новостроек. Вот тоже такие бывают ситуации. А что они говорят? Ну, вот обычно по ночам тяжело спать, кто-то приходит, кто-то там что-нибудь в коридоре, психологически давит. Может быть, даже человек спит, он садится там на край постели, и он чувствует, как оно проседает под весом тела этого существа. Да ладно. Да, и там обычно помогает только мат. Извиняюсь за выражение, этот пускает, потом рвёт молитва. Вот только так. Ничего себе. Так, хорошо, давайте, что он нам приборы показывает? Сейчас мы попробуем сфотографировать. Это у нас экспериментальный, в принципе, мы с его помощью пытаемся найти привидение. Это обычная цифровая мыльница. Мы просто сняли, убрали стеклышко, которое отвечает за цветопередачу, и он снимает в более широком спектре. Это передаёт в более широком спектре, возможно, что даже в инфракрасном, как мы надеемся. Вот, в принципе, мы всегда его стараемся с собой брать, вот, и я его сфотографирую. Вот туда, туда сфотографируйте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, сейчас мы узнаем, в какой атмосфере трудятся. Ну, вот, насколько я вижу, вроде бы всё нормально. Ага. Вот тут наша студия, ну, тоже пока ничего не пролетало, никаких шаров нет. Так. Так, хорошо. Значит, всё чисто? Да, пока всё чисто. Пока всё чисто. Так. Обычно на компьютере более подробно можно рассмотреть. Так, ну, что происходит в нашей студии, мы узнаем с вами, друзья, сразу после короткой рекламы. Это «Актуальный разговор». Продолжаем разговор о параллельных мирах, полтергейстах, в простонародье, может, домовых и так далее. Сегодня мы в студии прямо при вас, друзья, измеряем, есть ли у нас какие-то аномальные отклонения, есть ли у нас связь с параллельным миром. Хорошо, значит, что показывают различные приборы? Ну, вот этот пока ничего не показывает, он не может настроиться на сигнал. Так, а вот этот? А этот, значит, это зеленый фон, он показывает 12 микролинген в час, то есть, ну, очень минимальное такое значение, то есть, у вас можно работать тут совершенно спокойно. Никого потустороннего нет. Да. А этим мы измеряем, естественно, температуру, то есть, среднем где-то 22-23 градуса в помещении. Никаких резких скачков нет. Так, теперь вы приходите вот с этими всеми приборами в квартиру, в чью-то. И вообще я хотел узнать, существуют ли заказы на отлов приведения? Заказы? Да, ну вот как-то люди, уберите, он достал вас. Ну, люди просто звонят, просят, будем, скажем так, что это заказы. Ну, давайте сейчас представим, что вам позвонил нормальный, вменяемый человек, и вот он говорит, что что-то ему мешает. Ну, если сначала по телефону мы узнаем, какие именно явления его беспокоят, стараемся уже сразу отнести, какому именно виду это все относится. Бывают привидения, бывает латергейст, бывают те же самые дымовые, да, барабашки. Бывает просто, что, ну, бывает совместный такой момент, когда у человека открываются какие-либо способности, он видит больше, чем положено, да, чувствует. И бывает, что на самом деле в квартире иногда что-то либо появляется там, летает и беспокоит. И он, у нас был случай, когда мужчина беспокоил некий дух, скажем так, который он так и не ушел, и в основном общался только вон один. Да, и причем конкретно общался, тот контакт начался с того, что начал его душить, буквально как будто выдергивать душу из тела, это был для него такой большой шок. Это здоровый мужчина. Да, здоровый мужчина, причем, скажем так, он преподает в одном из институтов местных вузов, вот, то есть, в принципе, это авторитет, и с ним случилась такая история. Но благодаря своему уму, то есть, то, что он способен все анализировать, он смог настроиться на связь с этой сущностью, с ним пообщаться, поговорить, войти в контакт, вот, то есть, ну, то есть, они, скажем так, дружат уже. Ну, мне кажется, это вообще что-то из ряда психиатрическое. Да, мне бы не сказала. Так, ну вот, вы приходите, вот с этими приборами, что должны приборы показывать, если действительно что-то происходит? Ну, что-нибудь покажут, наверное. Ну, скажем так, элементарные какие-то моменты, если там призрак духа, если он на самом деле известный канал, то есть, предположим, 2 часа ночи, то должен быть... А есть вот это временные, когда они появляются? Да, да. Вот, обычно это происходит после 12, в некоторых случаях это было 12 часов, в других случаях это было после часу ночи. Это как вот в Васильево на даче, он тоже у нас был случай. Ага. Никогда не помешает, это во-первых. Во-вторых, все равно существуют какие-то варианты, когда дом может быть построен из плохих материалов, когда могут быть какие-либо отходы. Да, и это влияет на психику и пациента. Ну, это может на здоровье элементарно влиять, а в основном у нас, конечно, дозиметры для таких случаев, как посадка, зависание НЛО. То есть, вот тогда там фон остается. А есть ли у нас тут расстание, посадки НЛО? У нас были в основном не фактические посадки, а зависание. То есть, когда объект зависает на уровне 2-3 метра над землей. И, к сожалению, из-за того, что он именно зависал, никаких вот таких фактических следов мы не нашли. Но самое интересное, что очевидцы в разных поселках, в разных районах говорили нам об одном и том же, что в конце 90-х, в начале 2000-х годов, получается, в Тедюрском районе, в Спасском районах появлялись вот эти вот, как в форме блюдца, вот эти объекты, черненькие такие. У нас есть там вот такие формы блюдца. И они на глазах очевидцев, совершенно не стесняясь, летали, зависали и улетали вот как раз вот на другой берег, в Спасский район, как раз в район Булгар, Ульяновской области. Куда-то они, в общем, шли, и что-то им нужно было вот от этой области. Но меня вот заметил, что, в принципе, объекты часто тяготеют к большим водоемам, типа Курское водохранилище. У нас даже вот какие-то, ну, конечно, непроверенные, но все-таки такие факты, что вроде бы, как даже видели объекты в Лаишево, как они вылетали из Камы. То есть буквально, может быть, у них там даже предположение такое, несколько смелое предположение, что там, может быть, у них была подводная база. Космопорт. Да. Вполне возможно. Хорошо. Что касается, потому что очень много, я так понимаю, именно телевидение дало повод рассуждать пожилым больше людям по поводу того, что они бывают разные, приносят вред и так далее. Так вот, можно как-то разделить на добрых, злых вот этих духов, привидений, дымовых? Ну, Путер есть, он сам по себе агрессивен, скажем так, у него есть фазы, скажем так, активности и агрессии. То есть, если предмет попадет в человека, это, конечно, элементарно повредит здоровье. Но в основном здесь вредит именно психологическая составляющая, то, что в квартире завелось нечто. И, естественно, это элементарно морально беспокоит хозяев. Это самое неприятное. И самое неприятное, это просто материальный ущерб, который наносит данный дух. А вот что касается домовых? Домовые считается, что это хранитель домашнего чага. То есть, это вариант духа домашнего. Не зря они же появились. Вообще-то штука испоконников. Домовой, домовой. Ну, с ними тоже нужно быть все-таки осторожными, потому что они тоже могут быть в плохом настроении. И, соответственно, они фактически, конечно, не могут кушать, но им нравится, предположим, запах сверхприготовленной пищи. У них есть свои даже, скажем так, постельки гнездок, которые они сами себе делают. И однажды даже где-то в посылке мерном, при ремонте дома, частного дома, разобрали пол, обнаружили гнездо. Это, получается, кусок соломы, охапка соломы, утрамбованный, с колготками, мусором и так далее. Не поняли, выбросили. Ночи началось фныканье и топанье. То есть, его постельку разрушили и, к сожалению, не вернули. То есть, ему пришлось искать хоть другой угол. Вообще. Ребят, если у вас есть домовой, и вы вдруг обнаружили что-то, а это точно не мыши никакие? Ну, как мыши могут сделать себе постельку? Откуда у вас там? Ой, как это все. Хорошо. Дальше, опять же, я говорю, насмотревшись вот этого всего, что у меня по телевизору, экстрасенсы. Они вот вам помогают или в основном это какой-то их обман, пиар и так далее? Сказать, у меня, скажем так, в группе есть, скажем так, люди с такими способностями, люди, которые, в принципе, раньше уже работали в данном направлении, они нам помогают, ну, прежде всего, конечно, советом, рекомендациями и так далее. Потому что, если мы не обладаем какими-либо знаниями или чувствительностью, мы, конечно, можем тоже подхватить что-либо не очень хорошее, там, в своем биополе и так далее, ну, что-либо подцепить. Потому что бывает, квартира нехорошая и в плане порчи, потому что существует еще такая вещь, как черная магия, когда у людей там целый клубок, там, и всяких нехорошестей уже из поколения в поколение идет. Это тоже еще отдельная тема. Ну да, это я согласен. Ну, хорошо, давайте тогда какие-то рекомендации зрителям, которые, может, кто-то напуган. Самое главное сохранять спокойствие и проанализировать все события, которые произошли в вашем доме или квартире. То есть, если вы точно уверены, что у вас что-либо произошло, такого потустороннего плана, то можно, конечно, обратиться к нам. А если вы считаете, что все-таки это связано с духами умерших, то, может быть, прежде всего обратиться там к священнослужителю или к муле, в зависимости от распорядания, который очистит вашу квартиру. То есть, обычно, чаще всего это помогает, но в сложных случаях можно и к нам обратиться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У меня в гостях был руководитель регионального отделения «Казань. Космопоиск» Мария Петрова. Большое вам спасибо. Друзья, ну, а вам посоветую и даже порекомендую. Естественно, может быть, вы во что-то верите, что-то чувствуете и так далее, но не надо сильно заигрываться. Все-таки живем в 21 веке, и даже уже научными способами вы сами можете обнаружить, есть ли что-то в вашем доме или нет. А так, конечно, без паники, будьте добрее, и ничего в вашем доме плохого не произойдет. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова